Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителя» с вами Мария Бодрова. К варплату надо оплачивать всем, но немногие это делают. Так вот, можете ли вы лишиться жилья и какие коммунальные услуги могут отключить? Разберемся по буквам. Когда одни только собираются на работу, сотрудники ведомства в зеленой форме уже вовсю начинают свой день. Промышленный район Ваиль Тимаев. Судебный пристав-исполнитель ищет встречи с неслучайными людьми на гвардейском переулке. Молодой человек хочет познакомиться с теми, кто не оплачивает коммунальные услуги, но встречи не получается. Судебный пристав, откройте, пожалуйста, дверь. Дома нет взрослых. Дома нет взрослых. Дома у нас нет взрослых. Кем являетесь вы? Сын. А Вероника Валерьевна и Ольга Константиновна вам знакомы? Знакомы. Как гласит жилищный кодекс, каждый собственник обязан вносить плату за жилье и коммунальные услуги, причем эта обязанность возникает сразу же после первой регистрации права собственности на жилое помещение. При этом закону все равно, проживаете вы там реально или нет. Если вы хозяин, будьте добры заплатить, если вы проживаете в квартире социального найма и регулярно в течение полугода не оплачиваете коммуналку, при этом не имея уважительных причин для этого, то по закону вы можете быть выселены с данного места жительства. Даже при выселении эти органы обязаны предоставить другое жилое помещение, которое должно совпадать с нормативами, которые сейчас имеются на данный момент. То есть такого, что человека выселили все на улице, такого быть не может. Если вы являетесь собственником жилого помещения, то и вы не застрахованы от того, что квартиру могут отнять. Но сделать это, к счастью, намного сложнее. Отнять за неуплату жилое помещение невозможно, если квартира или ее часть для должника и членов его семьи является единственным пригодным для постоянного проживания жильем. Если же должник имеет какое-то другое жилище, то взыскание по долгам вполне возможно. И если квартира передана в залог по договору ипотеке, то на нее также может быть обращено взыскание. Если задолжить более двух месяцев, органы обязаны вас об этом уведомить. Зачастую это уведомление приходит с той же самой квитанцией. То есть если вы взяли квитанцию, видите, что вас оплатят за этот месяц столько-то, а внизу приписка, что задолженность у вас такая-такая-то, то мой вам совет позвонить в первую очередь в ту организацию, которая вычисляет эту задолженность и узнает, за какой период эту задолженность, как быстрее бы эту задолженность оплатить. Ольга Николаевна и Александра Юрьевна проживают в квартире под номером 13. Да. Проживают. Оставлю через вас повесочку им. Да. У данных граждан имеют задолженность по платежам за коммунальные услуги в размере 11 тысяч. Спустя три месяца неуплат управляющая компания присылает письменные извещения о том, что объем предоставляемых услуг ЖКХ будет ограничен при условии, если задолженность не погасить в ближайшие 30 дней. По окончании этого срока управляющая компания, не получив оплату в полном объеме, не только ограничит подачу воды и электроэнергии, но и, скорее всего, обратится в суд. Организация подает в суд и подает в суд не исковым заявлением, а судебным приказом. И без вашего участия судья на основании документов, приложенных, чтобы не слушать ваши доводы, может вынести судебный приказ о том, чтобы заскать эти деньги, вне зависимости от того, какая действительно обстоит ситуация. Исковое заявление, поданное управляющей компанией, будет рассматриваться не более двух месяцев. Далее наступает процесс исполнительного производства. Оно вступит в силу еще через месяц. У собственников жилья органы власти вправе конфисковать в счет уплаты долга имущество, зарплату, а также иные доходы. Причем долг будет копиться и распространяться на ваше имущество. Сейчас на законном основании нельзя выселить собственника жилплощади из приватизированной квартиры только за неуплату услуг ЖКХ. Пока такие долги могут быть принудительно погашены разве что за счет изъятия имущества и зарплаты. Если речь идет о конфискации имущества, то после того, как его опись завершена, неплатильщику дается 5 дней на ликвидацию задолженности. И только так он может вернуть все нажитое непосильным трудом. Жильцы же муниципальных квартир, не желающие платить по счетам, будут выселены. Должники с гвардейского переулка будут обрадованы предупреждениями от судебных приставов. Но долгожданной беседой ни с одним из штрафников не получилось. Дальше сотрудники ведомства, возможно, наложат арест на имущество и будут ставить вопрос о невыезде за границу. Если у нас не будет платежных документов, подтверждающих оплату, то, к сожалению, мы будем вынуждены начать отряд имущества данных должников. Закон более жестко относится к нанимателям государственного жилья, но в любом случае копить долги за квартиру не стоит. Потом будет сложнее их выплачивать. Оплачивайте все свои счета вовремя. В противном случае вы будете иметь дело судебными приставами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»